Добрый день! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут поговорим о главных событиях Алтайского края. Пьяные ДТП с жертвами приравняют к умышленному убийству. Инициативу депутаты Госдумы приняли в первом чтении. С 1 по 12 мая подразделения добровольцев самостоятельно потушили 26 пожаров. Среди последних – возгорания в селе Стуково Павловского района. Житель Новолтайска Владимир Бабайлов добирается на работу необычным способом – на бронетранспортере, который сам реконструировал. Откуда такая любовь к тяжелой технике? Расскажем далее. Сегодня губернатор Виктор Томенко награждает педагогов, которые ведут просветительскую деятельность в селах. 10 человек получат денежную премию имени Титова – 125 тысяч рублей. Всего на региональный этап конкурса в этом году документы подал 41 педагог из 31 района края. Подробнее расскажет Глеб Полянский. Он на прямой связи со студией. Глеб, вам слово. Здравствуйте, Кирилл. Только что в правительстве Алтайского края завершилась церемония вручения премии имени знаменитого педагога-просветителя Степана Титова. Педагогам, которые ведут активную просветительскую деятельность в сельской местности. Премию вручал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Всего на региональный этап конкурса поступила 41 заявка, а в муниципальном этапе приняли участие 100 педагогов. Сейчас рядом со мной Ирина Николенко, педагог Попереченской средней общеобразовательной школы Каменского района, учитель географии. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. Здравствуйте. Ну, во-первых, поздравляем вас с вручением такой почетной награды, премии. Ваши впечатления? Ой, ну впечатлений масса. Знаете, это и счастье, и благодарность за признание работы, и просто эмоции переполняют на самом деле. На самом деле очень волнительно, торжественно. Как приняли решение подавать заявку на конкурс и что представляли? Ну, я представляла свой просветительский проект в области распространения знаний о правах и свободах граждан. То есть, почему именно в эту область? Потому что у меня отряд правоохранительной направленности. Вот уже в течение 15 лет мы занимаемся правоохранительной направленностью. Мы, скажем так, растим кадры будущие военные, полицейские. Но вот поэтому это нам очень близко. А и пример, пример, пример тех, кто уже из Каменского района достиг и получил данную премию и перезнание от губернатора. Но ведь просветительская работа – это дополнительная нагрузка для учителя. Почему занимаетесь этой работой? Ну, наверное, потому что по-другому не могу. Я просто не могу по-другому. Мне нужно постоянно и что-то, и много я... Не могу по-другому просто. Я не представляю себе жизнь педагога на селе без вот этого дополнительного образования. Это просто невозможно. Потому что на селе школа – это чуть больше. Это просто культурный, социально-культурный центр села. Ну, и поддержка администрации, поддержка администрации школы, поддержка управления по образованию. И поддержка у нас на плаженном взаимоотношении с полицией. Вот сегодня придет майор полиции на вручение. То есть поддерживают. И поэтому нельзя по-другому просто. Хорошо. Премия составляет 125 тысяч рублей. Если не секрет, куда планируете направить средства? Ну, я пока еще на самом деле не думала. Но просто у меня маленькая дочь, ей 5 лет. Я хочу свозить ее к морю. Наверное, вот так. Возможно, больше не предоставится такой возможности. Хорошо. Ну, поздравляем вас еще раз. Желаем вам удачи. Спасибо. А подробный сюжет о вручении Титовских премий смотрите сегодня в вечерних выпусках новостей. Коллеги. Спасибо, Глеб. А я продолжу выпуск. Стало известно, когда начнут ремонт центрального проспекта Барнаула. Его планируют начать в ночь с 17 на 18 мая. Чтобы сохранить пропускную способность улицы, укладывать асфальт будут вечером. А днем регулировать высотное положение люков, устанавливать и демонтировать бордюры. Закончить все работы подрядчику необходимо в августе текущего года. Общая стоимость ремонта – 180 миллионов рублей. Также в Барнауле продолжаются работы по озеленению. В Нагорном парке горзеленхоз начал садить деревья. На территории высадят 16 хвойных деревьев. Это сосна и лиственница. А также 24 лиственных дерева – яблоню, дуб, березу, ясень. Завершить работы планируется в начале следующей недели. Напомним, благоустройство Нагорного парка проводилось в рамках реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул-Горнозаводской город» и приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Пьяные ДТП жертвами приравняют к умышленному убийству. Инициативу депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Водители, которые сели за руль нетрезвыми и стали виновниками смертельных аварий, могут наказать 15 годами лишения свободы. Сейчас максимальное наказание за такое преступление до 4 лет. Ежегодно под колесами пьяных водителей гибнет более 4 тысяч человек и более 20 тысяч становятся инвалидами. В Алтайском крае месяц назад подошло к концу громкое дело Александра Руденко, водителя BMW X6, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль. Погибли трое – женщина и две девочки, трех и пяти лет. Руденко приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего поселения. Добровольцы потушили пожар в селе Стуково Павловского района. Там загорелась трава, огонь мог перейти и на деревья. На место пожара выехало добровольное подразделение Черемновского сахарного завода. Позгорание ликвидировали на ранней стадии. С 1 по 12 мая подразделения добровольцев самостоятельно потушили 26 пожаров. Приняли участие в тушении еще 118-ти. Также они активно участвуют в информационно-профилактической работе с населением. Наравне с профессионалами участвуют в рейдах по жилому сектору и патрулируют территорию. Помощь добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин, а общим словом добровольной пожарной охраны, просто неоценимая. Ребята знают район выезда. Ребята грамотные выезжают и иной раз бывают первыми. Подключаются незамедлительно к тушению пожара. И далее уже держат огонь до прибытия основных сил федеральной противопожарной службы. Мемориальную доску в честь нашего земляка, героя Второй Чеченской войны, Николая Лобача, установили в селе Родина. Солдат награжден Орденом Мужества посмертно. Николай Лобач окончил среднюю родинскую школу в 1992 году. Затем он поступил в медицинское училище. Николай с детства мечтал стать военным медиком. После службы в армии в марте 1999 года он отправился в Чечню. Там служил санитаром на местах боевых действий. 11 мая 2000 года Николай вытащил 20 раненых товарищей из-под обстрела боевиков. Но сам, к сожалению, погиб. Коля был светлым, веселым человеком. Всегда идеи подавал, каких-то мероприятий, каких-то инициаторов был. Всегда зажигал нашу компанию. Установить мемориальную доску в честь героя предложили участники волонтерского отряда и ученики 2-й родинской средней школы. Затем подключились друзья и одноклассники. Всем миром собрали 22 тысячи рублей. Этих денег хватило, чтобы установить мемориальную доску и обустроить уголок памяти. Мне приятен тот факт, что мы смогли все-таки реализовать этот проект. И теперь память Николая Лобача навсегда останется в фасаде нашей школы. Машина мечты по-новоалтайски. Житель города Валерий Бабайло в долгие годы хотел реконструировать БТР. Когда нашел кузов, в течение пяти лет восстанавливал его. Сейчас его бронетранспортер на ходу. Он участвует в пробегах и выставках, а порой даже ездит на работу. Прокатился на необычном транспорте Вадим Слюсарев. Как говорили в известном советском фильме, наши люди в булочную на такси не ездят. В Новоалтайске с этим согласны и выбирают технику посерьезнее. Этой зимой владелец БТР-40 Валерий Бабайлов использовал его как повседневный автомобиль. Тогда у него сломалась коллекционная победа, на которую он передвигается. Бронетранспортер у него появился пять лет назад. Кузов друг Валерия случайно нашел в Кемеровской области. О находке товарищу сразу рассказал. Было решено перевезти ее на Алтай. Затем начали долгий процесс реконструкции. По истории, 10 лет их всего выпускали. Это один из первых образцов по некоторым деталям. То есть первые. Соответственно, нашел я на нем следы пулевых пробоин. Новая вся техника в те годы шла в западную округу. Соответственно, скорее всего, это, скорее всего, принимало участие или в венгерском, или в тихословацком конфликте. Валерий – реставратор со стажем. БТР – его третий проект. Работал над машиной в своем гараже, делал все собственными руками. Друзья помогали с поиском запчастей и изучением документов, чтобы восстановленный экземпляр был максимально аутентичный. Много нашлось на сдаче металлолома. Здесь по общим знакомым проехались, объявили, скажем, свою заинтересованность. Что интересует? Ну, оставили телефон на контакты. Люди звонили, мы приезжали, смотрели. Валерий участвует в тематических автопробегах и выставках. В обычной жизни работает пожарным, поэтому и БТР оборудовал для спасательных целей. Погрузка осуществлялась через задние двери только и через верх. То есть, шесть бойцов садилось в отсек. Командир сидел на пассажирском месте и механик-водитель. За год эксплуатации бронетранспортера Валерий проехал более 5000 километров. Рассказывает, люди на улицах такую технику не пугаются. Наблюдают с интересом и уважением. Кто-то даже дорогу уступает. Несмотря на расход топлива в 50 литров на сотню, водитель БТР уверен, что количество пройденных километров увеличится в разы. Вадим Слюсарев, Денис Кузьменко. Новости. И в конце выпуска о спорте. Воспитанник алтайского волейбола Егор Кречетов впервые стал чемпионом России в Суперлиге в составе Кемеровского Кузбасса. Его команда победила Казанский «Зенит» в четырех матчах. Это событие стало сенсацией. С 2014 года чемпионом России по волейболу становился только «Зенит». В составе Кемеровчан чемпионом страны стал и воспитанник алтайского волейбола. 19-летний, связующий игрок сборных России до 19 и 20 лет Егор Кречетов. Воспитанник ДЮС США Советского района. Первые успехи в спорте делал под руководством тренера Владимира Кречетова, своего отца, который когда-то играл за Барнаульский университет в первой лиге. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.